Итоги сезонных сельскохозяйственных работ и предварительные результаты деятельности всего агропромышленного комплекса Тверской области в 2021 году рассмотрены на заседании областного правительства, которое 16 ноября провел губернатор Игорь Руденя. Несмотря на непростые погодные условия, а также пандемию коронавируса, в Тверской области в текущем году объем производства сельхозпродукции в стоимостном выражении остается стабильным, отметил в своем выступлении Игорь Руденя. В настоящее время более 60% продукции АПК обеспечивают производители четырех муниципалитетов. Это Ржевский, Калининский, Конаковский и Бежевские районы. Такие показатели прежде всего связаны с рядом крупных проектов, которые во многом реализуются благодаря максимальным мерам поддержки со стороны губернских властей. В том числе и финансовой, которая в текущем году превысила 1 миллиард рублей. Мы видим, что меры по поддержке у нас увеличиваются ежегодно, но есть над чем работать. Необходимо повысить эффективность и концентрацию поддержки на ключевых отраслях. Это разденеводство, животноводство. В нынешнем году посевные площади в регионе составили более 475 тысяч гектаров. Причем более трех тысяч прибавили Ржевский район и Весегонский муниципальный округ. Свыше двух тысяч – Торопевский, Бежевский, Балаговский и Кисовогорский районы. Основной объем приходится на кормовые культуры, яровые, зерновые, картофель и овощи. Игорь Руденя отметил, что необходимо активизировать работу по более эффективному использованию потенциала всех муниципалитетов Тверской области. Усилим именно работу с конкретными сельхозтоваропозавателями. Такая же задача будет стоять перед главами муниципальных образований. Именно главы работают на территории, знают лучшую обстановку, знают предприниматели, которые приходят. Ну и, соответственно, с нашей стороны, меры господдержки будут увеличены и в материальном выражении, и в административном. Напомним, что в ближайшие три года в Тверской области прогнозируется рост объемов производства за счет реализации крупных инвестиционных проектов в мясном и молочном животноводстве. В частности, на территории региона развиваются такие крупные компании, как агрофирма Дмитра Угара, Румелка Агра и другие.